Итак, привет, друзья! Сегодня мы с вами будем, как обычно, ждать метро. А когда мы ждём метро, что мы делаем? Правильно, играем в Батлендерс. Да, в общем-то, зачастую мы именно этим и занимаемся. Кстати, у нас здесь добавилась новая пушка. Она вышла или нет ещё? Да, что-то пока что не особо видно. Да, и до сих пор там продолжается какой-то Хэллоуин, которого, в принципе, и нету, но почему-то во многих играх он как бы есть. Ну ладно, типа, пускай будет. О, что-то дали за обновление. Нормально. Так, с соунд, музыка, да, здесь, конечно, проблемы с музыкой. Вот, вот так вот. Нормально. Что у нас по сезону, значит? Ага, новая миссия. Сейчас попробуем что-нибудь выполнить и, наверное, подкрываем, как обычно, вот эти вот ящики. Насколько хватит. Ну и вообще, как бы, на будущую катку я заранее приготовился. Также посмотрю, что у нас по друзьям. Ну, что-то типа да. Но как метро закрыли, заметьте, многие уже здесь вернулись, потому что, когда открывал в прошлый раз, вообще в сети было там, ну, максимум 1, 2, 3 человека, и то там чуть ли не день назад. А сейчас, как видите, люди всё-таки по чуть-чуть сюда заходят. Поэтому пока ждём метро, можно, как бы, попробовать поиграть немножко здесь. Так, я пойду, наверное, соло против сквадов. Ну, как сквадов, дуо, потому что на этой карте по-другому и никак. Беру с собой только пулемёт. Это вообще, наверное, моя из самых первых каток, и не знаю, как всё пойдёт и получится, потому что... Ну, это, наверное, должно быть сложно. Всё-таки давно не играл. Ну и также посмотрю, что у нас по подбору, потому что многие игроки, как бы, всё-таки ушли. И на этой карте, когда эта карта только вышла, подбор искал прям моментально. Кстати, тут бывает, бегают чуваки в пятой броне. В принципе, можно попытаться кого-то ограбить. Конечно, не знаю, насколько хорошо мне это получится, но сейчас всё мы и узнаем. Чё-то я звук сбавил, теперь слишком тихо. Ну, ё-моё, ну как так-то? Давай так, опа. Надо здесь что-то другое сбавить, видать, насколько я понял. Но на самом деле музыка тоже очень громкая. Это... Это, кстати, как в PUBG News 3, типа, изначально зашёл, а там музыка тоже громкая. Тут типа того же. В мобайле всё немножко поприятнее. Там типа зашёл, чуть-чуть сбавил, нормально. Ну, иногда музыка там чисто кайфовая, а здесь немножко не так. А, прикольно, хотя бы чё-то нам выпадает. И на том спасибо. Так, ну что ж, куда мы тут побежим-то вообще? Потому что, в принципе, бежать, конечно, есть куда, но... Хотелось бы встретить прям людей, потому что, может быть, в теории нас может закинуть сюда к батам. Но это пока что только в теории. Да и вообще, где здесь лутаются люди, мне вот интересно. Опа. Опа-опа-опа-опа. Так. Приветик. Приветик. Ну, блин, чуваки были голые. Я типа думал, у них что-то будет, а они оказались вообще прям голышами. А я думал, там в пятой броне будут какие-то серьёзные. Ну да ладно, ну да ладно. Так, что это у них было? Снайперка. На снайперке что-то хоть стояло? Блин, автоподбор, конечно, да. Ого, а, это бот, что ли? Ничего себе, ребята, что у бота там есть? Опа, ещё один бот. Нормально так-то. Блин, у бота лут намного лучше, чем у игроков. Серьёзно? Капец же, вообще. Кто-то придумал такое? Блин, серьёзно, у ботов лут лучше. Вообще пипец. Так, давайте чуть-чуть ускоримся, попробую скинуть, но половину рюкзака нам всё-таки не освободить, насколько я понял. Поэтому быстрее будем передвигаться чисто вот на ускорителе. Так, ну получается, двоих мы встретили, плюс двоих ботов закрыли. Но нам нужно найти каких-то богатых чуваков. Чё-то я уже на самом деле забыл, где находится у нас такое место, где можно реально посражаться на самом деле. А, ну походу вот оно. Или я что-то путаю. Так, ну и где же люди? Где же люди-то у нас? Ну так-то два бота, плюс два игрока, и в принципе-то сколько здесь дуо, интересно? Наверное, штук шесть всего лишь? Опа. Ничего себе. Одного закрыли, но там есть ещё один. Вот это уже был нормальный игрок, прошу заметить. Так, давайте вкулимся немножко, дабы усилить урон и скорость. Ну и пойдём сбегаем к нему. Потому что он 100% здесь где-то был. Ага. Готов. Угу. Ну да, у чуваков уже было хотя бы что-то, они то есть уже были не голые, как вы понимаете. Но это уже какой-то достойный лут. Правда, что-то у них с пушками было такое себе, но... Всё же, всё же. Да, довольно много на них патрон потратился, честно. Ну сейчас пойдём посмотрим у второго, может что-то есть полезное. Ну, в принципе, прям что-то такого особого дорогого не вижу. Ну да, его и нету. Но всё же, чтобы идти в плюс, нам этого будет, в принципе, достаточно. Также у нас сейчас откроется выход B. Насколько я понял, это вот этот вот выход. Ну правда, только через минуту. А за минуту я уже успею отбежать, наверное, до того выхода. Ну вот это вот уже нормально, типа, нормальный файтинг. И как бы чуть не слили даже. А, нет, смотрите, кто-то бежит. Ну это, похоже, был бот. Насколько я понял. Давайте глянем, может что-то у него всё-таки было. Ну да, тут вообще непонятно. Вроде как игрок, а вроде как бот. Ну, в общем, чувак был максимально бедным. Выходим, добыча у нас. Сколько у нас добыча? 25 тысяч? Ну да, такое себе. Я думаю, не буду чисто париться. Продам сразу же всё с рук, чтобы вот не заморачиваться с чем-то. Ну, конечно, не всё, но почти всё. Снова это музыка. Так, это можно продать немножко дороже, насколько я помню. Это у нас... Ну, давайте. Ой, блин, там за 50 кто-то поставил. Вот это хитрые люди. Ага, вот эта вот штука уже подешевела. Так, с броню сразу же чиним. Ну и нам, получается, нужны патроны будут. Семёрки, которых у нас, кстати, почему-то нету. Так, ну что у нас? Миссии выполнены. Причём, офигеть, сколько мы получаем. Давайте откроем 4 ящика. Всё-таки, наверное, это будут вот эти вот ящики, да? Ага, это я понял, а что это такое? Ну, короче, мне повезло, но я этого сам не понял. 5 ключиков, эта штука понятна. Это какой-то VIP-чип. На самом деле, я не понял, честно, что он даёт. Ну, типа, я его активировал, только не понял, зачем он вообще нужен, как бы. Так, денежки все сюда. А, друзья, я понял, что это сделало. Мне полностью очистило статистику. Я не знаю, зачем это нужно, но это, конечно, прикольно. То есть, типа, я вообще какой-то нуб и, типа, бомж, что ли. И, по сути, у меня всё очистилось. Да, я заглянул в переводчик и перевёл, что это делает. Вот таким вот образом я это понял. Ну что ж, ладно, типа. Ну, раз уж выдали, можно сказать, бесплатно. Почему, типа, нет. Я думаю, это норма, теперь нас никто не узнает. Так, ну что ж, погнали ещё во вторую катку. Сделаем себе, как говорится, статистику. Если сейчас выйдем, то будет прикольно. Правда, жалко, что у меня там кдшка была 6 на тысячу с чем-то матчей. Но, типа, так тоже интересно. Типа, бац, ни разу ни на чём не играл. Никто не видит, сколько каток отыграл. Зато все мои богатства как бы остались здесь. Вот, и все они видны. Кстати, подбор в прошлый раз нашёлся у нас за 20 секунд. Сейчас почему-то ищут уже целую минуту. Но мы пока можем что-нибудь здесь приобрести. Что-нибудь ценное, если у нас что-то здесь вообще будет. Это так карта перевернулась или как? Или что? Или у нас вообще есть возможность играть на каких-то отдалённых участках разных? Ну да, типа, интересно. Только вот я так и не понял, на самом деле, что-то туплю. Вроде бы карта такая же похожая, но... Она перевернулась. Возможно, это чисто для меня, что ли? Или же... Или же это просто другая местность. И если это другая местность, то это прям вообще топ. То есть ты запускаешься, а карта у тебя, можно сказать, разная. Каждый раз почти. Не, ну так это прям топ. Только вот людей, на самом деле, искать что-то как-то вроде тяжеловато. Вроде бы играя в дуо, да? То есть людей должно быть много и какие-то зарубы эпичные должны быть. Ой, конечно, да. Чувак по мне вообще не попал, если честно. Прям вообще. Но его приколов, если честно, я не понял. Похоже, что у него пули вообще ржавые. Но также у него где-то есть друг. А, это типа был его друг, что ли? Да, ну и друзья у этого человека. На самом деле, пушка новая, вот эта вот... РК. Мощная штука. Ну хотя бы это что-то успел залутать. Но опять же, блин, да. Это прям совсем мало. Так, это что у нас такое? Ну да, с одной тычки у чувака завалил, офигеть. Ну похоже, что это просто был бот. Да уж, два игрока получается, два бота. Нам, значит, нужно еще найти двух игроков, насколько я понял. Кстати, на самом деле прикольно то, что здесь можно забраться почти в каждый корабль. Или вообще в каждый. То есть такой зашел сюда, бац, заполз. Тут все перевернуто, как и корабль стоит на песке. Блин, сделано так-то четко, на самом деле. Прям вообще прикольно. Здесь и подъемчик есть, и на палубу выйти можно, и спуститься тоже можно. Просто попав в дырочку, как бы, четненько. О, и так тоже можно. Опа, радарчик у нас выпал. Кайфово. Так, тут ничего интересного. Блин, как будто бы уже пора на выход. Типа людей почему-то прям крайне мало, не знаю почему. А вот, здесь кто-то был. Здесь кто-то был. Причем это игрок. Вот это уже вот очень интересно. Давайте туда заглянем. Нам же туда можно войти, типа, да? Блин, капец, а почему? Нам туда просто нельзя, прикиньте, да? То есть карта немножко меняется, и получается... Когда-то эта штука находится в центре, а когда-то она находится вообще непонятно где. Это, конечно, да, странно. Разработчики придумали, потому что обычно такого не бывает. А, ну и все, в принципе, у нас выход прямо здесь. Я думаю, можно выйти, чтобы не искать больше людей, потому что... Тех, кому нужно было, мы встретили в самом начале. Остальные это просто, похоже, какие-то лутеры, что ли. Потому что кому-то здесь нравится просто лутаться. А мне в последнее время лутаться как бы... Вообще невыгодно, да и не нужно. Потому что смысла в этом я как бы не вижу. Да, но правда за две катки мы практически вообще ничего не вынесли, потому что особо никого богатого мы не закрыли. Ну, ладно, и на этом как бы хватит. Наверное, давайте продаем почти сразу же все, потому что это нам, в принципе, вообще как бы не нужно. Да, на пять тысяч всего лишь. На пять тысяч всего лишь. Так, что у нас в РПшке вообще есть? Какие-то еще задания, чтобы что-нибудь сделать? Ага, все уже сделано, понимаю, понимаю. Так, все остатки, которые у нас здесь остались, можно, в принципе, распродать. Они хотя бы что-то будут стоить, но, опять же, это все копейки. Но, как говорится, по копеечками собирается огромный общий капитал. В общем, на этом все, друзья. Не болейте, как говорится, и увидимся завтра. Пока.